Доброго времени суток, дорогой зритель! Меня зовут Лещенко Глеб, это пятница, и настало время рубрики «Кино на выходные». Итак, погнали! Лёд тронулся, господися, присяжные заседатели. Лёд тронулся! Так ты говорил правду. Я часто так делаю, а вас это удивляет? Совсем скоро 31 октября, это Хэллоуин. И в этом видео я хотел бы тебе порекомендовать два ужастика с комедийной составляющей. Они очень смешные, забавные, интересные и местами даже пугающие. Поэтому садись поудобнее, и мы начинаем. Этот фильм завоевал мою любовь ещё в далёком 2009 году, когда я был совсем школьником. Фильм называется «Добро пожаловать в Зомби-Лэнд». Лента рассказывает о четвёрке выживших, которые решили вместе следовать к парку развлечений. По слухам, именно это место является самым безопасным на Земле. Поэтому они отправляются в долгое путешествие, которое наполнено чёрным юмором и забористым экшеном. Этот фильм не похож ни на один другой из своего жанра, так как режиссёр Рубин Флейшер подал изъезженную тему зомби-апокалипсиса совсем под новым соусом. Он показал кровожадный хоррор как обаятельную и остроумную комедию, высмеивающую правила и стереотипы подобных фильмов про живых мертвецов. Также сквозь всю эту призму комедийного зомби-апокалипсиса перед нашими глазами предстаёт замечательная ироничная комедия. Ирония здесь абсолютно на каждом шагу. На людей и их характеры, на отношения и их важность, на устои жизни жителей США и их традиции, на само общество и его недостатки. Ну и будет большим минусом не сказать про великолепный актёрский состав. А это Вуди Харлессон, Джейси Айзенберг, Эмма Стоун, Билл Мюррей, Эмбер Хёрд. Играют круто, энергично и харизматично. В итоге мы получаем убойную смесь из комедийного боевика, кровавого ужастика и достаточно нетипичного роуд-муви. Фильм стоит того, чтобы его посмотрели. А вот второй фильм, который я хочу вам порекомендовать, называется «Реальные упыри». Буквально с первых минут фильм приковывает внимание своим неординарным подходом. Настолько все герои картины колоритны и хорошо продуманы, что за время просмотра ты проникаешься к ним любовью. И практически каждая сцена в фильме пропитана сарказмом и юмором. Сам сюжет картины прост. Четыре вампира, которые живут под одной крышей несколько десятков лет, постоянно попадают в разные забавные ситуации. И о том, как они стараются справиться с этими ситуациями, и построен весь сюжет фильма. Ещё из плюсов можно отметить режиссуру. Кинолента снята в стиле документального кино. И именно поэтому лента начинает играть с новыми красками. Смотрится свежо и оригинально. Фильм получился незатейливым, добрым и ироничным. Поэтому он отлично скрасит вечер вашего воскресенья. Да вампиры вообще всегда очень сексуальны. Дорогой зритель, если тебе понравилось это видео, подпишись на мой канал «Просто о кино». Каждую неделю здесь выходит всё новое и новое видео про кино. Также поделись этим видеороликом со своими друзьями в социальных сетях и поставь этому ролику лайк. С тобой был на связи Лещенко, Глеб. И до встречи уже в следующем видеоролике. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok